Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Нравятся вам подлодки или нет, их необходимо изучать, как минимум, чтобы лучше им противостоять в боях. Поэтому сегодня мы разберем нового, весьма интересного и необычного подводного хищника, который собирается появиться в нашей игре в недалеком будущем. Встречаем премиум подлодку Британии Альянс, расположившуюся на восьмом уровне. Но не забываем, что аппарат тестируется и ТТХ еще могут измениться. Их ему, кстати, несколько раз меняли, последний раз совсем недавно. Но перед вами самый свежий вариант, то есть со всеми последними изменениями. И первое, что бросается в глаза, необычный внешний вид. Он, конечно, на любителя, но лично мне моделька этой лодки в игре очень нравится. Тем более она выполнена в мелких деталях. Как и вершина прокачиваемой ветки британцев Трэшер, которую, кстати, мы недавно разбирали на канале, Альянс является реально существовавшей подводной лодкой и даже существующей и поныне в качестве музея. Но если Трэшер была лодкой периода Второй мировой войны и активно повоевала, то Альянс уже была более современной. Ее построили после войны в 1947 году. Затем, через несколько лет, она прошла серьезную модернизацию. Историческими особенностями этой подлодки были высокая надводная скорость и относительный комфорт для экипажа, что позволяло патрулировать большие площади и более длительные периоды пребывания в море. В игре, как и в реальности, у Альянс в ходе одной из модернизаций удалили палубное орудие и внешние торпедные аппараты. Целью этих доработок было сделать подводную лодку более тихой и быстрой под водой. И у наших разработчиков это получилось даже лучше, чем у исторических конструкторов лодки. Так, одной из ярких особенностей новинки в игре является ее скорость над водой 32,6 с флажком. А это, между прочим, на данный момент быстрее всех остальных, уже вышедших в релиз подводных лодок. Так, у советской «Ласточки» С-189 31,5. У «Балао» столько же, у всех остальных меньше. Так что с активным перком усиленные крепления валов лодка сможет идти со скоростью примерно 38 узлов, что дает ей дополнительные тактические возможности по сравнению с другими подлодками. При этом, в отличие от прокачиваемых лодок Британии, которые очень медленны и под водой, Альянс и под водой достаточно бодро шпарит со скоростью 25,2 узла. Это самая высокая подводная скорость среди подлодок 8 уровня. Десятки идут ненамного быстрее. Но кроме рекордной скорости, у Альянса еще и рекордная автономность – 310 единиц. Это больше не только всех находящихся в релизе «Восьмерок», но даже больше десятой немки У-2501, у которой 280 единиц. А у советской премиум «Восьмерки» – 250. При этом маскировка новинки достаточно хорошая – 5,7. И так по корпусу имеем самую быструю скорость, очень высокую автономность и достаточно хорошую маскировку. Любому специалисту понятно, что подводная лодка с такими ТТХ уже будет достаточно опасной в опытных руках. К тому же боеспособность у нее нормальная для восьмого уровня – 15400. Это немного, но, например, больше советского према. Единственный недостаток корпуса – это долгое время перекладки рулей глубины. При этом скорость погружения и всплытия очень хорошая. Но рули реагируют долго. Это придется учитывать и действовать с некоторым упреждением по сравнению с другими подводными лодками. Но в целом корпус по своим ТТХ очень хорош. А возможно и самый лучший среди восьмерок по совокупности своих качеств. Снаряжение у лодки обычное – шумопеленгатор и подводный поиск. Но одним корпусом бой не затащишь. Что же у новинки с торпедами? И тут все крайне интересно. Во-первых, в отличие от прокачиваемых британцев, у которых торпеды только акустические, у Альянса есть два вида торпед – акустика и обычные, более мощные. Но урон этих обычных даже после апа составляет только 11 тысяч, что заметно меньше таких торпед других подлодок на уровне. Дальность их хода – 7 километров. Скорость и заметность – средние. Но, тем не менее, наличие таких более мощных, чем акустические торпед – это лучше, чем их отсутствие. То есть при пикировании на цель премиумной британке будет проще выносить крупные цели, чем прокачиваемым. Акустические торпеды-новинки уже идут на 10 километров. Урон у них 5700, что неплохо для акустики. Например, у советского према урон 5167. Но у советской перезарядка 61 секунду, а у британки 30 секунд. То есть в два раза меньше. И тут перед нами открывается такая мощная особенность новинки, как возможность часто спамить торпедами. Причем как спереди четырьмя аппаратами, так и сзади двумя. Следующая фишка акустических торпед Альянса очень необычная. В блоге про нее сказано, что у них уменьшена дистанция, на которой они перестают наводиться на цели. И улучшена скорость до ворота на них. Однако при этом такие торпеды обладают крайне низкой скоростью, что, как пишут нам, оставляет противникам возможность для уклонения. Так скорость акустических торпед составляет всего 44 узла. Это, конечно, очень мало. Однако и незаметность их одна из лучших. 1,1 километра. И при этом они продолжают наводиться на цель на более близких дистанциях, чем все остальные торпеды в игре. И у них улучшена скорость до ворота до целей. В итоге сказать, что перевесить чашу весов, низкая скорость торпед или же их низкая заметность с улучшенным наведением, можно только на практике. Это могут получиться как крайне опасные для мелких цельни, так и совсем не опасные торпеды. Ну и средние варианты, конечно же, возможны тоже. Здесь надо выходить в бой и смотреть. Пока нам не разрешают делиться своими впечатлениями об игре на этой подлодке, поэтому эффективность акустических торпед остается загадкой. Но как только режим секретности снимут, сразу вам все расскажу и покажу. Подписывайтесь и прожимайте колокольчики, чтобы не пропустить. Пока же можно сказать, что перед нами вырисовывается подлодка с очень крутым корпусом, быстрым, с большим запасом автономности. Торпедами с очень высокой скоростью перезарядки, что при применении обычных торпед сильно не понравится крупным целям. Ну а для юрких целей, эсминцев, подлодок, крейсеров и так далее, есть пока секретное оружие, особые акустические торпеды. Насколько именно они опасны, надеюсь, скоро узнаем. В любом случае аппарат очень любопытный, за которым стоит последить, иначе он последит за нами. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджеданин. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!